Ну, тут надо сразу оговориться, что я меньше верю сейчас армянской стороне. Почему? Потому что то информационную войну, как они пытаются вести, она не выдерживает никакой критики. По их данным, которые ежедневно публикует Министерство обороны Армении, они сбили уже 17 азербайджанских самолетов, а они вылетали один раз, и то парой. За весь этот комплекс, понимаете, да? И благополучно вернулись, это было вчера. Ну, там количество танков, которые они подбили, они рисуют 500 штук уже. Ну, да, то есть скоро Азербайджан кончатся танки, да, и они заново начнут их подбивать. Или около того, там, 5000 убитыми, ну, абсолютно нереальные цифры там, да, и так далее. А это официальный орган. Я вот внимательно слежу за сообщениями сторон и третьих сторон в этом отношении. Ну, я со стороны армянской не нашел пока, к сожалению, ни одного правдивого сообщения. Вообще ни одного. То есть и хочешь им верить, и брать эти данные, но их приходится переповерять миллионным способом. Ну, а кроме тех случаев, когда они вообще никакой критики не выдерживают, типа там 17 сбитых самых готовых грехов. Поэтому, конечно, берешь оттуда информацию, но с оговорки. Начинается война. Война это очень специфическая. В мире существует такая легенда, что Швейцария это неприступная страна, ее нельзя взять, горные проходы, там подготовлена армия и так далее. Так вот, Нагорный Карабах, это мини-Швейцария. 27 лет они там закапывались. Это предгорье. И потом горы высокие, сложные горы. Конечно, можно взять военным путем. Их-то доказали армяне, когда они победили в 94-м году и взяли военным путем армянская армия. Но с тех пор так были одни условия, сейчас там совсем другие. Эта оборона, она очень специфический характер носит. С одной стороны, основным инженерным средством там иступают шины. Шины? Там видно, у армян на позициях много шин. Так упаковано. Бетона меньше, шин намного. А есть шутки, соответственно, спектр шуток в интернете о том, что украли все, весь бетон, да, на строительстве. А надо было чем-то забереть, шины подвезли, шином этажей и так далее. Целый комплекс шуток. Ну, это такой, да. С другой стороны, то есть видно, что они подзапустили достаточно небрежно. С другой стороны, все равно это оборона в ключевых местах, в горах. Все равно это оборона сверху вниз. То есть атакующие должны снизу вверх идти. Все равно там есть очень серьезные районы обороны. Все равно там все пристреляно и заминировано. И пройти это даже пешком, не под обстрелом, очень-очень тяжело. А если под обстрелом, и не пешком, и снизу вверх, да против противника, который 27 лет в этом месте, и знает там каждую кочку. Что произошло за это время? Произошла очень интересная штука. Армяне создали легенду о своей непобедимости. Но это нормально. Надо создавать такие легенды, и это замечательно. Это часть информационно-психологического обеспечения боевых действий, политики. Они сделали одну очень крупную ошибку, они в нее поверили сами. Цена не для внешнего использования для самого. А азербайджанцы не вояки. Турки не вояки, общение негодяй, сволочи. И там нечего их побеждать, мы их погоним одними автоматами до самого боку. Азербайджанцы не согласились с этой легендой. Они сосредоточили всю государственную, определили главную угрозу национальной безопасности, сосредоточили государственную политику, военную, информационную, экономическую, на том, чтобы создать армию нового типа и коалицию международную, ситуацию, которая их поддерживает. В первую очередь, они начали работать с Турцией плотно. Это один народ. Азербайджан — это же светское понятие. Вообще, это тюрки. И хотя Азербайджан — полиэтничное государство, там много национальностей, но коренная нация — это турки. И вот они сумели сделать беспрецедентную вещь, она войдет во все учебники. Они после горьких поражений выстроили армию 21 века. То есть по-настоящему? По-настоящему, новую, западного типа, высокосовременную армию, которую демонстрируют блестящие образы сейчас. А это очень тяжело. Но мы, например, похвастаться этим не можем. Условно говоря, мы до сих пор не решили на уровне Министерства обороны. У нас генералы есть, которые за армянский путь развития, читай, советский, и за азербайджанский. И никак не можем договориться. А они эту проблему решили, сосредоточили все усилия. Сколько лет, кстати, они строили? Ну, 27 лет. 26 лет. То есть это поколение. Вы представляете, лейтенант, который 26 лет назад пришел в военное училище в Азербайджане, в Турцию, где он там учился, в России, в Украине, у нас, не во многих странах учились. Он уже генерал либо уволился за это время. Сделал полноценную военную карьеру. И получается, что они начали строить армию 21 века, основой которой является, в принципе, западный военный путь. Это ставка на высокие технологии, вообще на технологии во всем. Это дорогие специалисты, в которых очень много вкладывается денег всесторонне, которые обучаются, военные профессионалы. И это подход, построенный на том, чтобы вести разумную войну. Без подвигов, без геройства, без атак, героических и так далее. Все строго, дисциплинировано, точно и так далее. А я вам скажу, проблема не в том, что взять много доходов от нефти и газа и купить это все. Это проблема полной перестройки менталитета. Радикально. И вот они сумели это сделать. И сейчас они демонстрируют три замечательнейшие вещи, которые надо подчеркнуть. Первая вещь в том, что они, и самое главное, армия демонстрирует образцы крайне высокой дисциплины. Ну, я там пару раз был на войне, скажем так, деликатно. Могу вам сказать, что когда ты наступаешь и забираешь свои территории, всегда есть соблазн дальних рывков. А вот сейчас побежим, еще ту горку возьмем, а там помидорчики посадим и так далее. То есть сразу взять много? Да, хочется сразу всех победить, да, и сразу заехать. Они так и делали 91-94, за что и поплатились. У них были дальние проходы, их фирменным стилем были дальние проходы, а потом их подрезали слангами, окружали, уничтожали. Дорога смерти и все остальное. Несколько таких операций было. Представляете себе, очень много офицеров среднего, старшего звена, солдат-офицеров, это люди, которые возвращаются в свои дома, откуда их выгнали детьми, пятилетними, семилетними детьми, они помнят, как они оттуда уходили. И там градус, плюс южный темперамент и так далее. Ну, даже в нашей, в американской армии, которая в 2003 году стремительно наступала на Багдатов, были случаи, когда Мэтис, генерал, отстранял командующего полкома морской пехоты США за недостаточный темп, который он обеспечивает. Недостаточно агрессивный. Это такая очень печальная история, которая дискутируется в Америке. Они завязали, армия завязала несколько раз американской. Была куча проблем. Умкасаром, городишкой, портом в устье реки, на побережье, имея тотальное превосходство, они его семь дней брали, не могли взять. Несколько раз брали, откатывались. Это воевать трудно. И азербайджанская армия воюет в условиях, которые в учебниках называются особые условия. С ним в очень тяжелой ситуации находятся. И чисто технически там сложно двигаться. И получается, что они демонстрируют очень высокий уровень дисциплины. Очень высокий. Потому что удивительная управляемость войск. Вот что такое 2014 год у нас, 15-16, да даже и 18-й. Когда я там служил в рядах. Я там добровольцем сначала отбегал, а теперь как бы в рядах. В ряды сходил, посмотрел, что такое пехота на первой линии. Было интересно. Так вот, нормой является, когда командиры батальонов в ссоре между собой. Когда командир бригады не может поставить в стойло и заставить работать командира батальонов. Они с ним воюют. Там вся военная история любой страны полна генеральских войн. Когда генералы между собой ссорятся. В истории советской армии и так далее. Споры и прочее. Про американскую мы уже поговорили. Ничего подобного не видно. Дисциплина, вертикали. Может, это где-то есть, по крайней мере, они умело скрывают. Об этом тоже надо поговорить еще. Значит, это один вопрос. Современная западная армия 21 типа со ставкой на высокоточное оружие, на бесконтактную войну, которая действует в очень сложных условиях, атакуя снизу вверх крепления, которые создавались 30 лет. А тут еще надо сказать, надо сказать об их противнике. Армяне злые вояки. Они реально умеют воевать. Многократно это доказали. Они дали два десятка генералов и маршалов во Вторую мировую войну. Адмирала флота дали. Хотя там нет нигде воды. Чтересно. Там в колодце только мог ее видеть и так далее. Как говорил Корчинский, он до того, как стать адмиралом, мог видеть ее только в стакане воды. Кружки с водой. Получается, что они и сейчас доказывают это. Потому что о динамике мы о событиях тоже поговорим с вашего разрешения. И армяне, вернее азербайджанцы в крайне сложных условиях воюют. Невозможно. Это может сделать честь любой армии мира. То, что они исполняют. Это одна сторона. Вторая сторона. Их же третирует армянская пропаганда, российская, французская. Французы заняли, будучи спонсором, все равно заняли проармянскую позицию и так далее. И французы-то почему? Ну, французы столкнулись с Турцией в Африке, Средиземноморье, Восточном. И теперь как бы ямстю им с тем, а я страшно. То есть это скорее Турция, чем Турция? Да, это да. Ну, они типа как вот вы тут союзники, но сейчас получите от нас информационные. Получается, что говорят, что они возвращаются, чтобы геноцид осуществить и выгнать армянское население. А соблазн-то велик. Там же этнический конфликт. Щита очень длинные, кровь очень горячая у всех сторон. И сейчас прорываются даже видео, где забивают азербайджанского солдата прикладом насмерть, в раненого армяне. Или там азербайджанцы показывают трупы армянских солдат, мимо которых они едут. И иногда комментарии, те, кто знает язык, прорываются, не самые лицеприятные, скажем. Там очень длинные щиты. Хаджалы помнят, каждый азербайджанец и так далее. Сумгаид, ну и, соответственно, армянские погромы в Баку тоже помнят. И не видно расправ над пленами, не видно расправ над местным населением. Хотя там местного населения не было, где они воевали. Но вот они дошли до Гадрута, а Гадрута – это чисто армянский город. Азербайджанский с армянским населением. Карабахи. До этого они там пустые кишлотки брали. Никто не может пожаловаться на особое притеснение. А это ж какую надо волю и дисциплину иметь, чтобы удержать. И самое главное – информационную линию, которую они проводят. Они говорят, мы руководствуемся резолюциями ООН и пакетами международных документов и соглашений. Идем освобождать свои территории. Никакой мести. Алиев несколько раз заверял, что все армяне могут остаться, все мирные жители, кто желает. Выводите оккупационные войска, все оставайтесь жить и так далее. Ничего не тронем, окажем помощь, переселим, будем учиться жить вместе. Без всяких проблем. Потому что раньше их пропаганда тоже срывалась. Азербайджанская. Вопросы личной мести. Сейчас отомстим, выгоним и так далее. Сейчас даже народ, который пишет в интернете, не позволяет себе такого. Там произошел ментальный перелом. В комментариях обычно ругаются. У меня под моими постами второй фронт азербайджанно-армянского конфликта. Но армяне сильно перегибают, я вам скажу. Азербайджанцы демонстрируют сдержанность, факты, четкость и так далее. В основном, конечно, иногда тоже попадаются. Но вопрос азербайджанцы или они, и все ли там армяне, а не разжигатели. Но если армянским подписано имя, армянским алфавитом, то... Хотя, ну, надо смотреть, в общем. И смысл в чем? Это вторая составляющая. И третья составляющая в том, что они показывают, мы не мстить идем, мы идем освобождать наши территории. И третье то, что они сумели продемонстрировать абсолютную вменяемость. Им же еще клеют ярлык невменяемых турок, которые хотят все завоевать, вырезать всех христиан и всех победить. И они показывают готовность к переговорам по первому свистку. Для нас военный путь неопределяющий, политическим путем и так далее. Хотя им говорят, что это банда головорезов, но есть такое мнение, которых хочет все вырезать, непременно взять военный путем. Не хочет переговоров, закусили в дела, так в современном мире дела не делаются. Нет, делаются. Переговоры, Москва, все другие варианты, Минскую группу предполагают. В общем, там произошел за эти 27 лет коренной ментальный перелом. Они реально стали другой нацией, с другими подходами. А мы понимаем хотя бы по собственному примеру, насколько это тяжело переломить полностью.